МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Современный стандарт. Самара получит новейший трамвай отечественного производства. Неудачно пошутили, за что ФАС наказывает книжный магазин. Перешел все границы. В Самаре судят докхантера, убившего женщину. Главное, чтобы костюмчик сидел. Кто сшил лучший новогодний наряд для обезьянки Саймона? Награждают лучших. 11 самарцев получили награды от президента России. Семь раз испытай, один купи. В Самару в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу на испытания прибыл еще один современный низкопольный трехсекционный трамвай. На этот раз производство Усть-Катавского завода. Подобную модель, белорусскую метелицу, уже тестируют на городских маршрутах. Чем хорош новый вагон, проверила Марина Матвейшина. С Урау в Самарское трамвайное депо. Трехсекционный трамвай только с дороги. Прибыл в разобранном виде, и специалисты сразу же взялись его монтировать. Это низкопольный вагон большой вместимости. В салоне просторно за счет непривычного для Самарского трамвая расположения пассажирских кресел. Здесь предусмотрены Wi-Fi, антибликовые информационные табло, кнопки вызова на поручнях и переговорные устройства для связи с водителем. В новом трамвае удобно будет не только пассажирам, но и водителям. Кабина оборудована кондиционером. Есть электронные табло, на которых видно все, что происходит как внутри трамвая, так и снаружи. А кроме того, нет педалей для ног. А потому управление трамваем полностью ручное. А это, говорят водители, очень удобно. Трамвай может развивать скорость до 120 км в час. По крайней мере, на спидометре есть такая отметка. Хотя в городе это, конечно, не актуально. Вагон Усть-Катавского завода будут тестировать на маршрутах полгода. Туннелли он выйдет в начале февраля месяца. Сейчас будут проходить подготовительные работы. Видите, он еще весь разобранный. Вот его надо собрать, подготовить. Подготовить на маршрут. Мы планируем, что он будет ходить по самому большому протяженному маршруту. Это маршрут номер 5. В уходящем году муниципальный парк общественного транспорта пополнился на 82 автобуса и 19 троллейбусов. А в начале декабря в рейс вышел еще один вагон Усть-Катавского завода. В народе получивший название «Рыжик». 20 таких трамваев придут в Самару в следующем году. Сейчас в городе проходит испытание еще одна машина «Белорусская метелица». После того, как протестируют ее и Усть-Катавский трамвай, и будет принято решение, какую именно модель купят к Чемпионату мира по футболу 2018. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. К 2018 году Самара полностью преобразится. Подготовка к Чемпионату мира по футболу идет во всех направлениях. Стадион Самара-Арена строится четко, по графику. А в перспективе вокруг него появится еще и современный спортивный кластер. Чемпионат оставит самарцам и большое инфраструктурное наследие. В районе радиоцентра уже построен коллектор. Активно в Самаре ремонтируют и реконструируют дороги. В порядок приводят фасады домов. Особое внимание развитию общественного транспорта. Уже в следующем году планируется приступить к созданию трамвайного пути, который свяжет железнодорожный вокзал и стадион. Разработан проект комплексного развития города. Актуальным остается и вопрос возведения новых гостиниц и переподготовки обслуживающего персонала, уже имеющихся. Участники регионального комитета России-2018, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов, глава Самары Олег Фурсов, министры областного правительства, представители проектировочных организаций, обсудили самые актуальные задачи. Отдельное внимание внешнему облику города. Предстоит создать единую художественно-цветовую концепцию. Это и разработка цветовых решений зданий, создание системы городской навигации, парковочных пространств, элементов мощения пешеходных зон. Проведение столь крупных имиджевых мероприятий, подготовки к ним, это мощный импульс для индуструктурного развития всего региона. Активное преобразование во всех сферах жизни. Нам всем надо будет работать еще больше напряжением сил, возможностей, и все расходы должны быть оптимальными и максимально эффективными. Лучшие врачи, работники культуры, промышленных предприятий и сельскохозяйственной отрасли региона получили заслуженные награды. В списке награжденных больше 40 человек. Все они своим трудом не раз доказывали верность профессии. Указом президента высшие награды, призвоенные 11 жителям области, отметили и тех, кто внес свой вклад в развитие Самарского региона. С церемонией награждения репортаж Лариса Шлафаст. По указу президента, медалью ордена за заслуги перед Отечеством награжден Павел Курочкин. Большую часть жизни он работал водителем. В 2006-м принимал участие в строительстве аэропорта в Якутии. Масштабные работы шли почти 6 лет. Командировки длились месяцами, работали без выходных. Рассказывает, трудился не за награды. Главное, что теперь современным аэропортом пользуются тысячи людей. Я считаю, что, наверное, каждый человек, он с самого верха, допустим, от президента до самых низов, должен отдавать всего себя труду. Тогда и государство российское будет процветать. Почетный знак за труд во благо земли Самарской получили больше 30 человек. Особенно глава региона отметил достижения работников космической отрасли. Они справились с задачами, которые стояли перед ними в связи со строительством космодрома «Восточный». Прогресс удачно завершил программу запусков. Предприятие имеет самую многочисленную за всю свою историю орбитальную группировку спутников. Такого количества космических аппаратов не было и в советское время. Выполнена успешно программа на постановку, прежде всего, с анацией. Конечно, очень много говорит о том числе и спутников. Это и мощь государства, и способность государства, и экология, и погода. Это многие-многие страдающие нашей сегодняшней жизнью. Здесь свершается сразу целый спектр проблем, исключительно важных остальных. Вся техника, которую мы производим и которая штатно летает без замечаний, ну, это оценка всего коллектива. Она понятна, она у всего мира на виду. Перед космическими предприятиями стоят масштабные задачи. Надежды возлагают и на молодых ученых. Так студенты объединенного вуза уже работают над проектами пилотируемых спутников. За последние несколько лет в области утверждено больше 50 наград. По мнению губернатора, такие знаки внимания важны для каждого, кто честно трудится. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. Новый год – это праздник, который в любом возрасте отмечают с особым настроением. Звуки медных труб и поздравления принимали самарские ветераны, которым 1 января предстоит встретить в госпитале. От этого праздника уже не станет. Атмосфера в лечебном учреждении по-настоящему домашняя. В чем убедилась Марина Кравцова. Праздничное настроение – одна из составляющих лечения, уверяют медики. Концерт муниципального духового оркестра – подарок пациентам Самарского госпиталя для ветеранов войн. Участник боевых действий в Афганистане Александр Камерзанов уверяет – забота и внимание действительно лечат. Успокаивающая, расслабляющая обстановка, которая дает возможность забыть хоть на время, пусть на короткое, ни дугах, ни палатках каких-то. Новый год Александр встретит дома. Лечится он в дневном стационаре. При поддержке областного бюджета и попечительского совета госпиталя терапевтическое отделение на 20 мест полностью отремонтировали в начале года. Выделили на капитальный ремонт 20-ти кончатые дневные отделения. И сегодня у нас 20 ежегодно, ежедневно 20 больных. Многие из вас здесь присутствуют, приезжают утром лечиться, так же, как и в возручном. Для пациентов, которых бой курантов застанет в больничных палатах, праздник организовали прямо в госпитале. Поздравить ветеранов приехал и член попечительского совета, глава Самары Олег Фурсов. Разговор зашел об изменениях, которых в этом году в городе было немало. Это и покупка нового общественного транспорта. Обновили треть автобусного парка. И ремонт дорог, и реставрация фасадов. Чтобы каждый день нашей своей работой был направлен на создание. Вы и чьи эффективно людей, ветеранов, которые здесь находятся. Ветераны передавали свой опыт молодому поколению. Люди, работающие на предприятиях, создавали наше общественное благо, чтобы мы вернули себе славу второй столице России. Таким наш город был еще совсем недавно, когда мы были индустриально развитым, научным, студенческим центром. Благодарственные письма и грамоты получили лучшие врачи и медсестры госпиталя. Их профессионализм, забот и внимание ставят пациентов на ноги едва ли не эффективнее, чем лекарства. А ветеранам достались подарки. Даже в почтенном возрасте Новый год остается одним из самых любимых праздников. Марина Кравцова, Константин Головин, События. С Нового года защищать права инвалидов в Самарском регионе, как и во всей стране, будут в соответствии с Конвенцией ООН. Документ призван кардинально поменять отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья. В последнее время в области большое внимание направлено на создание доступной среды. С 1 июля следующего года будет невозможно начать новое строительство, если в проекте не учтены пандусы. Еще одним важным моментом стало и то, что даже в непростых экономических условиях в региональном бюджете сохранили все расходные статьи по программам поддержки инвалидов. Особенно непросто, конечно, было выполнить работы, которые требуют капитальных вложений. Во-первых, нам удалось сохранить объем финансирования, и нам удалось выполнить эти мероприятия, которые были запланированы. В ночь 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют резкое понижение температуры до минус 25 градусов. 3 января ожидается снег. Полную мобилизацию всем коммунальным службам объявили на еженедельном совещании в департаменте ЖКХ. Особое внимание уборке и вывозу мусора в праздничные дни. 1 января оперативно навести порядок должны на основных площадях в каждом районе города. Вывоз мусора у нас в ночь уходим сразу с 4, с 5, с 6 утра. От нас будет зависеть, как пройдут эти 10 дней новогодних праздников. От сидящих здесь. От того, как мы организуем эту работу. Сухостой под снос. В Самаре избавляются от больных и аварийных деревьев. Сегодня работы шли в сквере на Старозагоре. Валерия Макарова узнала, почему так важно спилить отживший свой век деревья именно зимой. Рев бензопилы нарушает утреннюю тишину Старозагоры. В сквере под названием «Дубовый колок» идут санитарные работы. Сухие ветки, аварийные деревья спиливают. Лучшее время для такой операции именно зима. У деревьев сейчас своеобразная спячка. Прекращается движение сока внутри ствола. И поэтому обрезку они перенесут легче, что пойдет на пользу и скверу, и жителям. Опытный глаз мастера больное дерево от жизнеспособного отлечит с первого взгляда. Вот это вот, видите, у него заболевание идет. И поэтому дерево аварийное. С этой стороны у него тоже самое вот... Это уже нараст пошел, это самое, считается дерево аварийным. Поэтому дерево убираем. Приговор спилить нельзя оставить. Выносит далеко не каждому дереву. Мы сначала прошлись, как представительным районом, определили деревья, которые подлежат сносу. Трещинами, суховершины, больные корни, у которых уже те будут убираться. А которые сухие веточки, просто санитарная обрезка. Этот сквер – любимое место отдыха жителей соседних домов. Когда здесь начались работы, бдительные жильцы услышали звук бензопил. Так испугались за деревья, что вызвали полицию. Впрочем, участковый разобрался во всем быстро. А вот кого появление людей в оранжевых жилетах не удивил, так это Валентину Скачкову. Она одна из тех, кто писал в администрацию района, чтобы старые деревья спилили. Чтобы люди могли проходить вечером, не бояться. Ветки все низко растут, все заросло. И чтобы вот эти вековые дубы, которые росли два века, нам еще послужили на долгие-долгие годы. И вот здесь вот два-три дерева упали. И здесь вот падают иногда, и вот тоже падают. Можно, вот пилить нужно, конечно. Мастера в сквере будут работать еще несколько дней. Охватить нужно больше двух гектаров. А следующей весной на месте спиленных деревьев появятся новые. Какие? Решат сами жители. Валерия Макарова, Максим Гусев. События. А теперь о событиях в экономике. Увы, но рубль снова в пике. На 30 декабря Центробанк установил курс доллара на отметке 72 рубля 50 копеек. Всего за сутки рост составил 1 рубль 70 копеек. Евро подорожал до 79 рублей 54 копеек. На торгах европейская валюта поднималась выше 80 рублей. Золото стоит 2487 рублей за грамм. Серебро стоит 33 рубля 10 копеек за грамм. Нефть едва удерживается выше 37 долларов за баррель. На онлайн-торгах за баррель сорта бренд давали 37 долларов 14 центов. Следующий виток реформы ОСАГО предполагает введение повышающих коэффициентов для тех, кто нарушил правила свыше пяти раз за год. Для остальных, а это примерно 95% водителей, цены повышать не будут. Охотился на собак, а убил человека. Скандальное дело докхантера, который жестоко расправился с защитницей животных, переданных в суд. Процесс стартует в январе 2016 года. А сегодня было принято решение продлить срок задержания Александра Сергеева под стражей. На заседании, которое чуть не переросло в потасовку, побывал Павел Баймаков. Все случилось в этом дворе на улице Крайне. Людмила Сафонова, так звали погибшую, увидела, как мужчина с ножом гоняется за собакой. Женщина просила не убивать животное. Вдруг Сергеев бросился и на нее. Преследовал ее до самой квартиры и уже в подъезде нанес женщине более 30 ударов ножом. Холл Красноглинского суда забит под завязку. На заседание пришли десятки человек. В основном это родственники и просто знакомые погибшие женщины. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся и говорят о Людмиле Сафоновой в настоящем времени. Это очень добрая, миролюбивая женщина. У нас никогда, все время не было ни скандалов, никаких. Все время решали как-то все проблемы мирно. По словам жителей дома, Александр Сергеев охотился за бродячими животными, а Людмила, наоборот, подкармливала и защищала их. Это и стало причиной конфликта. В очередном порыве ярости подсудимый не совладал с собой и вместо собак убил человека. По словам его родителей, раньше психических отклонений у своего сына не замечали. Психологом обращались за помощью. Но как-то думали, что это результат его характера или еще что. Мы родители думали, что он плохо не проявлялся. После смерти вас ожидает страшный суд. Вот она вас будет судить. Вас и вас. И вашего сына. Сыновья Людмилы Сафоновой не могут сдерживать эмоции. Помимо большой утраты, их возмущают результаты комплексной психиатрической экспертизы, которую установила в момент убийства Сергеев был невменяем. Гражданина будут принудительно лечить от его заболевания. После чего он сможет предстать перед судом. Мы считаем, что он вменяемый и должен понести наказание в соответствии с его преступлениями. В соответствии с чудовищным по жестокости преступлением. Никак не убийство по неосторожности. Как можно неосторожно нанести 34 ножевых ранения человеку, живому человеку. Решение о принудительном лечении будет принимать суд. Насколько это лечение может затянуться, неизвестно. Пока Сергеев остается под стражей. Судебное заседание назначено на 22 января следующего года. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События. А сейчас коротко о других темах дня. Процесс о финансовых махинациях в Волгокамском банке начался в Самаре. Топ-менеджера банка Олега Назарова обвиняют в заключении фиктивных договоров без ведома и согласия заемщиков на общую сумму почти в 900 миллионов рублей. Поддельные кредиты оформлялись на покойников и алкоголиков. Олег Назаров свою вину в организации финансовых махинаций отрицает. Черный юмор не оценили. Реклама Роск в самарском книжном магазине признана незаконной и побуждающей к насилию и жестокости, сообщает Самарская УфАС. Комиссия УфАС пришла к выводу, что реклама негативно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка, вызывая в нем страх быть наказанным с помощью Роск. В итоге реклама книжного магазина была признана ненадлежащей, а компании выдано предписание о прекращении нарушения законодательства. Готовь фонтаны зимой. Сотрудники спецремстроя зеленхоза проверяют их состояние. За предприятием закреплено 34 городских фонтана. Специалисты проводят ремонт и профилактику гидравлического оборудования, проверяют целостность изоляции и электрических соединений. К 20 апреля будущего года все фонтаны должны быть приведены в порядок. В Самарте новой художественным руководителем стал актер театра Павел Маркелов. Нового руководителя представил коллективу министр культуры Самарской области Сергей Филиппов. В обязанности худрука будут входить творческое руководство Самартом, кадровые и репертуарные решения, стратегии развития, работа с труппой и цехами. Павел Маркелов уже заявил, что продолжит сотрудничать со всеми режиссерами, с которыми у театра уже сложились отношения. Конкурс для молодых и активных «Моя альтернатива» стартовал в интернет-пространстве. Его организаторы хотят привлечь подрастающее поколение к здоровому образу жизни и спорту. Чтобы принять участие, нужно прислать ролик на сайт Лиги здоровья наций до 14 февраля 2016 года. Он должен рассказывать об увлечениях, которым свойственны драйв и стремление к совершенству. Затем в режиме открытого интернет-голосования будут определены 20 финалистов. Победители смогут показать свои ролики в гостином дворе в Москве. Модерн по-самарски. В особняке Курлиных официальный прием гостей. Всех, кто интересуется историей города и искусством. Музей Модерна отмечает свой день рождения. Какие загадки хранит усадьба Курлиных, расскажет Марина Матвеевшина. В особняке Курлиных много гостей. По случаю дня рождения музея Модерна здесь обширная экскурсия. Посетителей принимают сначала в будуаре хозяйки. Здесь царит сама природа. Растительные витражи на окнах, а на потолке фантастическое переплетение орхидей обрамляет нимфу. Есть легенда, что это образ самой хозяйки, прекрасной Сандры Курлиной. Затем гости перемещаются в рабочий кабинет. Декоративное оформление кабинета было одновременно и строгим, и нарядным. Геометрические рисунки на полу и на потолке настраивали на деловой лад. Единственной вольностью в этом царстве геометрии был камин с медными маками, символом опьянения и сладких грез. В усадьбе 22 комнаты, и каждая по-своему уникальна. На второй этаж ведет узорная кованая металлическая лестница. Несмотря на то, что в начале 20 века дом был оснащен электричеством, сразу все лампочки не зажигали, экономили. Потому над лестницей дневной фонарь. Второй этаж – это малая копия первого. Здесь находились жилые комнаты хозяев и спальни для гостей. С момента своего появления музей Модерна стал одним из самых любимых самарцами и гостями города. О Модерне стали говорить больше о Самаре, я так думаю, после появления нашего музея. И каждый самарец, я надеюсь, когда-то и уже сейчас, он себя будет идентифицировать, в том числе через ту эпоху, через древолюционную эпоху. Потому что история не должна иметь разрывов, она должна быть преемственной такой. И мы должны понимать, что здесь, в Самаре, есть аура того времени, где было очень много интересного, важного, красивого и сложного. Помимо основной экспозиции, в Музее Модерна постоянно проводят различные выставки актуальных художников, читают лекции и устраивают концерты. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. А теперь к новостям спорта. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Самарская бадминтонистка третья на мексиканском чемпионате. Самарские фигуристы не смогли подняться на пьедестал почета на чемпионате России. Игрок баскетбольной Самары лучший в единой молодежной лиге. Сергей Жульков в декабре стал лучшим игроком единой молодежной лиги. Баскетболист Самары сыграл четыре матча и во всех случаях принес команде победу. В среднем зарабатывая 16 очков, делая 7 подборов и одну передачу с эффективностью в 13 баллов. В ноябре титул лучшего игрока также достался самарцу Даниэлу Синегубову. Пока клуб Самары занимает первое место в единой молодежной лиге. Не так оптимистично для самарских спортсменов закончился чемпионат страны по фигурному катанию. Медали они не привезли. Тольяттинец Андрей Лазукин после короткой и произвольной программы оказался 13-м из 17 участников. На той же строчке турнирной таблицы остановилась и Диана Первушкина. Чемпионы России – москвичи Евгения Медведева и Максим Ковтун. В Мексике завершился этап гран-при по бадминтону. Самарчанка Наталья Перминова, школа высшего спортивного мастерства, заняла третье место. По итогам турнира Перминова набрала 3850 рейтинговых очков. Это отличный задел для попадания в сборную страны и участие в летней олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Жители микрорайона «Крутые ключи» смогут смотреть любимые телеканалы и прежде всего «Самары ГИС» в лучшем качестве. Оператор ЭГС Телеком провел полную модернизацию сети кабельного телевидения. Отразилось ли это на цене, расскажет наш корреспондент. «Самары ГИС» теперь смогут смотреть и жители микрорайона «Крутые ключи». Оператор ЭГС Телеком включил телеканал в основной пакет вещания. Сейчас это один из основных операторов микрорайона. Он обслуживает большую часть жителей. Мне нравится, что в любой момент можно позвонить на горячую линию, и девочки быстренько все решат и оформят. К Новому году компания провела модернизацию сети кабельного телевидения. При этом увеличилось количество каналов, как в базовом пакете, так и в расширенном. В общей сложности до 140. В последнее время мы внедрили такой услуг, как IP-телевидение. Широко работаем с местными каналами, такими как «Самары ГИС». Мы провели огромную работу по модернизации нашей сети, по переходу от аналогового вещания телевидения к цифровому. Полностью модернизировали свою сеть, свои технологии. Мы руководствуемся только передовыми решениями, строим сети на волоконно-оптических высокоскоростных линиях, используем в своей работе только цифровое высококачественное оборудование. Улучшение качества вещания не сказалось на стоимости. Базовый пакет каналов, в котором их 22, по-прежнему стоит 60 рублей. Лариса Шалафаста, Артем Сулайманов, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самары ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова